привет всем с вами дорогие друзья и подписчики значит так сегодня на ужин я буду делать одно мясное вкусное блюдо моим мужикам и сейчас я хочу с вами поделиться моим собственным личным рецептом который это мясо я научилась делать в италии не на родине в италии научилась сама делать и покажу как я его буду делать значит так вот я взяла вот такой кусочек кусок мяса это по моему молодая телятина можно свинину можно молодую телятина но можно конечно и говядину она все равно хорошо у вас и про готовится так что сейчас посмотрите как я это буду делать так вот я большой чебанок налила оливковое масло и бросила зубчик чеснока чтобы он обжариваться с двух сторон когда зубчик обжарится я его выброшу вот у меня же чеснок начал стрелять потихонечку вжариваться сейчас я посмотрю если он уже прожарился с одной стороны перевернул стреляет гад стреляет гад такой ну где ж ты чеснок то могу его перевернуть вот так вот играю с ним еще не ожарился но все равно чуть-чуть так этим временем сразу я поставила водичку кипятить вот примерно столько кувшинчик чугунный ковшик здесь где-то полтора литра или два даже может не знаю о как она стреляет ничего все наверное чуть водичка попала там короче так водичка закипает я брошу бросаю туда кубик мясного бульона в данном случае у нас маги брошу кубик в общем я сделаю бульон мясной это я мясо так промахиваю хорошо салфеткой чтобы убрать лишнюю жидкость потому что я потом положу мясо на разгоряченое масло оливковое и чтобы оно не тоже так не брызгало сильно так как масло у меня мясо у меня оттаивало и там скорее всего есть прилипло это скорее всего есть жидкость они это пленочка сама это мясная пленочка это вот ну вот так вот я промокнула более-менее более-менее мне уже сухое мясо получилось сейчас я подожду когда чеснок дожарится ну он уже дожарился все я уже могу спокойно вот видите подгорело даже уже выбрасывать чеснок и ложу туда на это масло оливковое чесночное вот весь этот кусок мяса чтобы она прожаривалась со шесть сторон так что у меня уже вода закипела я бросаю кубик бульона чтобы у меня сварился куриный сейчас мясо буду обжариться с лифтаром переворачиваю сразу мясо подкаливаю так после того как у меня мясо обжарилось по всех сторон сейчас будет очень шумно я скажу заранее я буду вливать мой этот бульон прямо в мясо можете сами можно сразу бить и закрыть крышкой и так сушить на маленьком огне пока весь бульон не выкипит но постоянно мясо надо будет переворачивать в бульоне сейчас будет очень шумно и опасно отходите в сторону так все я делаю средний огонь и поставить будут так тушить примерно час-полтора может даже два если это говядина у вас пока бульон не выкипит почти не выкипит и пока и мясо постоянно переворачивать надо будет так у меня прошло где-то час и осталось немножко бульончика буквально чуть чуть меньше чем сантиметр толщиной я выложу к выложу лакар карны говорю по-итальянски выложила мясо на тарелку и порезала ножом в на вот такие вот порционные куски примерно один сантиметр ну примерно я говорю и видите еще до сих пор кровь вытекла до сих пор внутри кровяной и сейчас вот я порезала эти кусочки сейчас за каждый кусочек тоже вложу в этот бульончик и до готовности уже ну давай ну вот так вот складываем эти кусочки бульон и уже до готовности буду готовить как говорится это мясо вообще это мясо можно еще готовить с овощами я сюда еще тоже ложила и картошку и кабачки там цветную капусту тоже она все вместе тушится вместе с мясом и очень вкусно получается но сейчас я не делаю овощи делаю чисто мясо вот на гарнир у нас будет сегодня рис так 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 последний кусочек вот так вот все вот так я поделила мясо на кусочки снова закрываю крышкой выливаю весь оставшийся сок это все что осталось на тарелке снова закрывая крышкой и до готовности как говорится но еще вообще вся жидкость не должна вытечить выкипеть то есть вся жидкость не должна выкипеть должно быть остаться еще немножко бульона чтобы как бы мясо было в немножко в бульончике так будет сочнее кушать потом все оставила маленький маленький огонь я уже сделала и вот оставила уже просто дотушиваться именно подходить именно уже порезанными кусочками мяса так ну вот мое мясо готово в подливе очень вкусное и нежное если кому-то понравилось попробуйте на здоровье и всем приятности да пока пока